буду краток сказал он говорил еще часа три доброе время суток сейчас я постараюсь познакомить вас с фокусами x ubuntu 32 бит недавно на момент записи вышла версия 12042 на нее многие ругаются в интернете пробовал поставить врать не буду поэтому надеюсь что то этот процесс мы увидим затянутые места будут удалены ладно поехали остальную походу я пытаюсь показать вариант вместе с windows поставить linux не буду рассказывать убеждать слишком долго наилучший вариант это два физически расположенных жестких диска ну может быть так называемые ссд на одном работает windows какая-то из версии а другой предназначен чисто для linux а загрузка после этого будет производиться с диска linux а естественно вы должны иметь не совсем нулевые познания для того чтобы уметь подключить и отключить жесткий диск и в то же время вы должны знать куда вы подключаете для того чтобы в bios указать опции загрузки я указал что загрузочный у меня диск с linux а windows расположен на другой винчестере у нас естественно не настоящий компьютер но сути это не меняет тем у кого версия ubuntu x ubuntu и прочие не идут 1204.2 можете поискать на сайте старую версию 1204.1 и возможно вам повезет внешне установка по моему никак не отличается поехали это у нас идет как бы загрузка компьютера и вот мы стоим перед выбором с какого устройства грузить выбираем c с компакт-диска и компакт-диска нет сейчас появится ну бывает вот у нас конкретный x ubuntu 1204.2 диск топ то есть графический так я допустил ошибку какого рода хотя это тоже не ошибка на стартовой странице если успеть нажать например пробел пока внизу находится две картинки которые вы успели заметить есть предложение при необходимости выполнить проверку либо самого диска либо оперативной памяти вы это можете делать по желанию выбираем язык выбираем язык в нашем случае русский русский не в латинице поэтому здесь мы его не видим он у нас расположен дальше набран кириллицей попробовать x ubuntu это означает что мы запустимся с диска но устанавливать по желанию либо сразу отправляемся на установку отправимся на установку повторяя в данном случае я буду устанавливать а не объяснять поэтому объяснение будут короткими рассматривать и просто как пример полезные установки интернет у меня есть достаточно быстрый я выбираю скачать обновления продолжить установить ubuntu но я так не оговаривать просто x лени говорить в дальнейшем без оговорки ubuntu имеется ввиду x ubuntu у меня установить рядом с microsoft windows xp заменить это все ерунда мы выбираем другой вариант продолжить так мы должны быть не совсем ламмерами и поэтому должны понять что разделение дисков идет на этой странице слэш или косая черта дев слэш а дальше идет sd и буква нам нужно понять какой из этих дисков подсказываю что в нашем случае нтфс это файловая система для виндовса поэтому наш диск другой случай если у вас что-то иное ну извините вам нужно иметь какие-то знания чтобы догадаться какой из дисков является нужным после чего подходим к диску на котором будем устанавливать и создаем новую таблицу разделов на всякий случай читаем предупреждение мы естественно их игнорируем и продолжаем дальше я предлагаю устанавливать при размере диска не менее 32 гигабайт минимум пригодны ли работы но более менее это не менее 8 гигабайт там уже будут определенные ограничения если вас интересует нормальная работа с возможностью обновлений установки новых программ и возможностью более широкой чем обычно что-то делать то предлагаю вам другие варианты создаем так называемые разделы это физически разделенные участки винчестера на которых информация будет записываться определенным образом в нашем случае я наверно слишком много объяснений буду опуск слишком много объяснений давать не буду а просто покажу что требуется делать я предполагаю что ваше познание в этом достаточно невелики поэтому придется мне просто поверить создаем раздел нажимаем добавить размер раздела я беру эмпирическим путем выясненный мной размер который подойдет большинстве случаев и в то же время не будет сильно велик это 24 тысячи байт это меньше чем 20 чем 24 килобайт правильно меньше чем 24 гигабайта но не нас не сильно дальше журналируемая файловая система если вы не предполагаете архивироваться программами нортон гост либо из серии акронис утилит то лучше выбрать и x-t4 вот я ее выбираю иначе выбирайте x-t3 потому что те указанные мной программы это понимают а x-t4 последних версиях какие я видел для них незнакома данного данная система работает быстрее ну а нам скорость конечно нужно и сама по себе система не вылетает просто поверьте хотя мог быть нюансы но с ними будем бороться иначе также существует способ архивирования для создания резервной копий независимо от файловой системы но это уже может как-нибудь потом вряд ли в этом видео так мы указываем что основная система и имеет точку размером 24000 килобайт вернее мегабайт это я уже сбился 24000 мегабайт но тут все написано даже если неправильно сказал тут он видно точку монтировать указываем так называемый корень или слышь окей ждем подтверждение наших действий остается свободное место мы его тоже распределяем опять добавить теперь уже логический 2047 мегабайт немножко объясню здесь предполагается что мы указываем для так называемого раздела подкачки двойной память но не более чем 2047 мегабайт то есть если у вас 512 мегабайт то у вас конечно работа будет затрудненная несколько по времени но работать еще будет в этом случае вам достаточно создать раздел 1024 если у вас количество памяти больше чем гигабайт этот раздел вам такого размера будет достаточен если у вас больше чем 4 гигабайта то данный раздел подкачки вам не обязателен но тем не менее я предлагаю вам его все-таки делать потому что бывают разные случаи ладно просто поверьте что полезно чтобы он был этот раздел окей еще один раздел это раздел для временных файлов просто поясняю в общем случае 2000 мегабайт достаточно иногда нужно меньше надо больше поскольку это раздел временных файлов которые возникают при работе многих программ и он доступен многим программам теоретически существует ситуация что он будет переполнен в этом случае система может прекратить работу если будет расположен на одном и том же разделе разделе мы этого хотим избежать и указываем темпы у нее точка монтирования окей оставшееся место для рабочих файлов в данном случае этот раздел с точкой home окей поскольку у нас чисто учебная задачка мы не беспокоимся о том что раздел до смешного маленький хотя кому как остается тут только оказать сказать что хотим установить есть нюанс на этой страничке куда помещать так называемый загрузчик поскольку грузимся с до загрузчика помещаем на sd иначе бы мы поместили выбрали бы тот тот диск на который хотим расположить выбирать следует без цифр потому что иначе возникают другие сложности какой еще есть момент если вы хотите чтобы всегда был подключен диск с windows и был доступен здесь можно нажать кнопку изменить указать что он нтфс он и так нтфс не форматировать то есть птичку не ставим и так называемая точка монтирования вот она даже предлагается вариант ну например windows если не нравится то принято указывать точку монтирования в таком виде так сейчас у нас переключатель alt shift языка ну ладно не работает бук бывает неприятно но это с шифтом красную можно выбрать так а почему не работает сейчас выясним да действительно не работает вот это кстати тот момент почему я не хотел в этом в этом случае запускать с установки потому что переключатель работает если мы запустим в режиме ознакомления там есть ссылка на установку а дальше можно резвиться ладно здесь я прерываю а в вашем случае если вы хотите постоянное подключение раздела с windows надо нажать ok как выйти из этой ситуации можно цифру просто дописать без латиницы но я не хочу так мучить ладно то что мы хотели мы выбрали это linux у нас будет только на дисках на логических которые расположены на одном диске то что мы и хотели после установки можно будет подключить по выбору данный раздел и что-то с ним проделать с windows так что особо не переживайте что он недоступен вроде как также после установки будет доступна возможность загрузки раздела с windows так что все должно у нас получиться вот повторяю устройство установки системного загрузка без цифры то есть sda установить дальше идет процесс загрузки следующей страницы несмотря на то что нам сказано что установка пошла нам надо еще выбрать где мы находимся это не где мы находимся а число и часовой пояс у нас вернее у меня московский я его и выбираю вы можете там выбрать тот который к вам ближе ближе вот теперь главное еще попасть попал ну конечно не удобно потому что надо знать карту продолжить раскладка клавиатуры у нас не указана какая подраскладка написано просто русскому это русская это русская раскладка windows проверять ничего не будем нажимаем продолжить чтобы не терять время дальше нас интересует в общем то так называемый логин или ник или еще как то называет это имя для входа информация которая указана наверху это информация которая будет показана на экране при входе ну еще для каких-то целей ну кого назвать ну назовем вася ну да а вот сейчас она переключилась интересно и альшит сейчас работает ладно пусть вася будет ой нажал не ту кнопку имя компьютера если у вас машина одна убирайте как хотите главное чтобы не было конфликта в вашей сети что тут у нас сразу предлагает пользователя также вася называть а я назову его user 1 пароль что касается пароля пароль лучше делать хороший естественно не развес не развешивать бумажки с этим паролем какой пароль достаточно хороший здесь я набираю 6 единиц и она пишет что это неплохой пароль но вы понимаете что это не так какой пароль достаточно хороший но не безопасный на сто процентов это пароль в котором присутствует хотя бы один символ это латиница в нижнем регистре и хотя бы один верхнем регистре и хотя бы одна цифра у всего таких символов должно быть не менее восьми а оставшиеся символы должны быть либо латинские либо цифра и латинские должны хотя бы один раз различаться по регистру опять же какие-то угадываем легко угадываемые пароли не стоит ставить если ваша машина сто процентов никому не нужна вы сто процентов знаете что никто никуда не не зайдет что вообще вряд ли то можете вообще придумывать какую угодно пароль опять же входить в систему автоматически это ну совсем для одиноких поэтому нормальным подходом это будет требовать пароль для входа в систему если вы не беспокоитесь о том что кто-то может похитить ваши данные и использовать как-то почему если вы хотите чтобы это никто не прочел ставите птичку шифровать мою домашнюю папку оборотная сторона так тут надо повторить пароль оборотная сторона этого то что если вы забудете пароль то восстановить скорее всего не сможете поэтому если ваши данные не особо важны и вам хочется иметь возможность их восстанавливать вот эта комбинация будет достаточно успешной но не забывайте что человек выдернув ваш винчестер может совершенно спокойно прочитать всю информацию в этом случае точно так же достаточно ему будет просто загрузиться с компакт диска с тем же линуксом так запугал нажимаем продолжить и смотрим как там процесс дальше идет установка системы если она будет слишком долгой то кусок я этот отрежу чтобы не тянуть так ну вот установка завершена на экране видим артефакты работе в дальнейшем они мешать не должны нажимаем перезагрузить full hd то есть размер картинки которую вы видите я специально сделал не full hd а просто hd чтобы вы могли видеть покрупнее в дальнейшем посмотрим так что от нас требуется нажать enter ну бывает не уследил так обратите внимание у нас при загрузке образуется меню это выбор загрузки Ubuntu два варианта один для нормальной работы второй для режима восстановления помогает не всегда но очень часто в случае всяких случаев и не обязательно поломки потом тест памяти для проверки работоспособности сразу же и строчка появилась с возможности загрузки windows на другом диске запускать не буду просто можете поверить что она будет работать если вдруг windows не будет работать то здесь точно будет виноват не linux так ладно запускаем но не это не но это не существенно никакой полезной информации там нет уверяю если кто помнит я набираю неплохой пароль 6 единиц вот такая шутка можем нажать либо enter либо нажать вот здесь вот кнопочку войти ждем загрузку рабочего стола так называемого здесь вот с мышкой меню для тех кто сильно торопится есть программа центр приложений остальные кто не видел просто пробегу меню покажу ой ну да так офис видите не богат первоначально но вы можете сделать до установку и наслаждаться я центром приложений ubuntu практически не пользуюсь предпочитаю пользоваться вот этим менеджером пакетов доступное обновление программ как нам пишут щелкаем сюда показать обновление просто чтобы увидеть как оно выглядит крестиком закрываем чтобы не доставало ну вот у нас какие-то обновления нажимаем установить это те обновления которые почему-то не были видны в процессе установки хотя мы просили их поставить поскольку это администраторское действие требует пароль набираем наш особый секретный пароль и ожидаем так требуется перезагрузка системы нажимаем перезагрузить сейчас перезагрузить сейчас а дальше было 37 теперь 38 и 37 ушло сюда если мы захотим загрузить что незачем в обычных случаях то можем оттуда достать по-хорошему потом надо будет лишние версии вот эти удалять но это не обязательно все зависит от нехватки или достаточно ли нам места нажимаем то все он как все 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 так теперь здесь выберем полезную вещь в вашем случае когда машина настоящая они как у меня полезно зайти сразу настройки после обновлений и выбрать один раз вот этот пункт после некоторого размышления вам вот такое-то кошка выдадут нашем случае мы можем добавить сюда хитрый драйвера нажимаем активировать опять пароль поскольку администраторское действие по завершении нам скорее всего потребуется перезагрузить компьютер в нашем случае это виртуальный компьютер виртуал боксе в вашем случае это может быть настоящий компьютер ну загрузку установку драйвера немножко подождем паузу не будем делать длинные паузы я буду стараться пропускать вашем случае здесь может оказаться драйвер nvidia nvidia либо драйвер ати amd для видеокарт в редких случаях могут оказаться здесь другие драйвера если драйвер проприетарный то есть много разных вариантов когда он нужен когда не нужен драйвер для видеокарт обычно не лишний так требуется перезагрузка нас предупредили спасибо нажимаем закрыть потом вот здесь вот неожиданно что надо на требуется перезагрузка системы нажимать но ничего перезагрузка сейчас опять enter если мы enter не нажмем через какое-то количество секунд загрузится сама система а теперь покажу как она выглядит на полном экране после установки драйверов вот внизу появилась полоска с иконками не помню но по-моему такая система называется дашборд что-то подобное есть в окосе операционной системе но это не ее изобретение но у них она тоже есть ну что вот основная часть того что я хотел показать в этот раз а всякие хитрые настройки оставлю на потом потому что они достаточно развернутые и будем как-то их по частям опять же любимый или нелюбимый open office пакет в бунте сам по себе отсутствует в x у бунте при установке но вы можете через центр приложения ubuntu либо через синаптик либо в командной строке если владеете установить либо удалить большинство программ которые доступны так называемых репозиториях ubuntu благодарю за внимание надеюсь что что-нибудь полезное расскажу и в дальнейшем удачи